Конкуренция на РЕН-ТВ в Саратове продолжается отбор талантливых журналистов и телеведущих. На очередном кастинге телеканала РЕН-ТВ Саратов его участники прошли несколько заданий. Подробнее в нашем следующем материале. Попробовать себя в роли ведущего или новостного журналиста на кастинг конкуренции пришли более 30 желающих. Участники с порога начали удивлять жюри, рассказывая стихи и исполняя песни, иногда даже собственного сочинения. День сегодня будет твой, не грусти, не надо. Основным заданием этого отборочного кастинга стала работа в кадре. Конкурсантам был предложен заранее заготовленный текст, который участники конкуренции должны были произнести на камеру. Готово для службы в армии. Я не привык к этим просто отмоготочи. В рамках документа будет проводиться обмен информацией по вопросам инвестиционных возможностей области. Некоторые участники отбора РЕН-ТВ Саратов уже разработали концепцию будущих программ, которые смогли бы стать востребованными у зрителей канала. Очень популярны были какие-то программы, связанные с молодежью и связанные с какими-то интересными для них темами. Например, трудоустройство, какие-то профессии новые, например, день с каким-то специалистом. Привести целый день специалистом, посмотреть, как он работает, может встать на его место и рассказать молодежи о том, чем он занимается, чтобы они для себя сделали выбор, идти туда или нет. По словам организаторов конкуренции на РЕН-ТВ Саратов, отбор финалистов ведется по нескольким критериям. Человек должен быть интересным, он должен уметь хорошо говорить, в идеале он должен суметь написать сценарий, сделать режиссуру, помочь монтажеру сделать хороший сюжет и хорошо его презентовать. Вот такие люди нам и нужны на телевидении. Участие в нескольких отборочных кастингах уже приняли более 50 человек. Из них жюри выберет только 8 финалистов, которые перед этим пройдут заключительный этап кастинга конкуренции. А вот каким он будет, организаторы кастинга пока держат в секрете. Последний отбор претендентов на вакансии телеканала РЕН-ТВ Саратов пройдет 6 ноября, в четверг, в час дня, также в бизнес-центре Сити-Холл.